На котором мы остановились в понедельник Из этого вопроса мы доказали Мы стали рассматривать задачу синтеза И получать простейшие нижние оценки сложности функций В рамках решения этой задачи Здесь были рассмотрены примеры тех функций Которые очень часто встречаются в различных прикладных задачах В теоретических исследованиях И задачу синтеза для них мы должны уметь решать достаточно хорошо Сначала мы строим какую-то схему Которая реализует нужную нам систему функций Это первый этап решения задачи синтеза Потом мы пытаемся ее как-то улучшить Используя в том числе эквивалентные преобразования Сейчас такой пример мы рассмотрим А когда мы уже больше улучшить ничего не можем Хочется доказать, что эта схема наилучшая И для этого нам нужны нижние оценки сложности тех функций Которые мы реализуем И вот мы в прошлый раз рассмотрели Получили две нижние оценки 14.2 Это простейшая нижняя оценка сложности реализации одной функции Одной функции от n переменных Которая от этих переменных зависит существенно И левое или первое неравенство Это нижняя оценка сложности реализации этой функции В классе схемы с функциональных элементов А правая это в классе контактных схем В классе контактных схем Теперь вот если мы про эту функцию что-то дополнительно знаем То эти оценки можно немножко улучшить Вот скажем, если мы знаем, что функция f не является глобально монотонной То есть не монотонна, не по одной из переменных Не монотонна То тогда вместо оценки n-1 мы можем получить оценку n Ну всего на одну, так сказать, единичку За счет того, что в этом случае в нашей схеме из функциональных элементов Это величина, относящаяся к этому классу схем Ну хотя бы одно отрицание должно быть И вот к этим n-1 элементу еще добавится элемент отрицания Станет n Ну и вот в классе контактных схем Там немножко другая, более сложная ситуация Там мы начинаем рассматривать характер зависимости нашей функции От каждой из ее переменных Ну тут есть варианты То есть наша функция от этой переменной зависит монотонно Антимонотонно Или не так, не сяк, так сказать Не является ни монотонной Эта перемена не является ни монотонной Ни антимонотонной переменной нашей функции Ну и вот оказывается, что если таких переменных По которым наша функция не является ни монотонной, ни антимонотонной будет k штук из этих n, то тогда нижнюю оценку, вот эту больше либо равную n, можно поднять до n плюс k. Ну вот и в понедельник, и сегодня с утра были семинарские занятия, где эти задачи рассматривались. Как раз использовались вот эти два утверждения. Значит, теперь, ну вот давайте сейчас мы вернемся, чтобы не нарушать порядок, к нашему утверждению 14.1. Это как раз вот сейчас мы рассмотрим пример решения задачи синтеза для одной из наших систем, вот для одной из тех систем функций, о которых речь шла вот здесь. То есть мы рассмотрим универсальную систему функций, универсальную систему функций порядка n и докажем, что сложность ее реализации вот не больше, чем 2 в степени 2 в степени n минус n. А потом, когда мы получим нижнюю оценку сложности, вот мы то, что даже мы уже, собственно, получили, вот видите, вот теперь, да, второе утверждение. Да, вот здесь это следствие из нашего первого утверждения, просто применяем к нашим функциям, к линейной функции, к мультиплексорной функции, применяем это следствие и получаем вот такие нижние оценки. Теперь дальше, мы рассмотрели еще 14.3 в прошлый раз, в понедельник. Это тоже простейшая нижняя оценка, когда мы реализуем m функции, из которых ни одна, ну здесь опять два случая. Класс схемы с функциональных элементов, вот это вот, это здесь класс контактных схемы, здесь схемы с функциональными м, чем в произвольном базисе, в произвольном базисе. Так вот, значит, смысл этих оценок в том, что если у нас есть m различных функций, отличных от констант, то тогда в классе контактных схем справедливо вот такая нижняя оценка, то есть как бы на каждую реализуемую функцию приходится один контакт. Хотя функция реализуется не в контакте, она реализуется в вершине нашей схемы. Но вот эта оценка верна. А в классе схемы с функциональных элементов в произвольном, конечно, полном базисе b, значит, справедливая оценка больше либо равна, чем m, но только если среди наших, ну все наши эти функции, которые мы реализуем в этой системе, различны. И здесь они были отличны от констант, а здесь они отличны от переменных. Ну потому что переменные в классе схемы с функциональных элементов даются нам бесплатно. Вот есть вход x и t, и в этой вершине входной уже реализуется функция, равная и той переменной. В классе контактных схем не так. У нас есть полюс 1, из которого контакт исходит, и тогда на другом конце этого контакта реализуется функция проводимости, равная этой переменной. То есть без контакта реализовать даже функцию, равную переменной, нельзя в модели контактных схем. А в модели схемы с функциональных элементов это сделать можно. Значит, вот это то, что я хотел как бы напомнить по материалу предыдущей лекции. Значит, теперь мы возвращаемся к началу этого вопроса. И вот сейчас мы с вами решим задачу синтеза в точном смысле. Это редкий случай, когда это удается сделать в самом общем виде для какой-то достаточно сложной системы функций. Оставил. Оставил. Я еще удивился, думаю, кто-то оставил. Ну там кончилось уже, нет еще? Нет. Так. Ну так вот, возвращаемся к этому вопросу и к утверждению 14.1. Значит, что мы должны доказать здесь, вот в рамках решения задачи синтеза для этой системы функций? Ну я, кстати, напомню сразу же, что это за система функций. Значит, еще раз, вот чтобы все правильно понимали наше обозначение. Значит, P2 от N это множество всех функций F, зависящих от N переменных. Всех функций F, зависящих от N переменных. Вот. Это множество. Значит, мощность этого множества, мы еще в курсе дискретной математики рассматривали, равна 2 в степени 2 в степени N. То есть их очень много, этих функций очень много. Теперь, а вот универсальный многополюсник, это так называемая специальная система функций. Мы ее обозначаем как P2 от N, а вверху ставим стрелочку. Стрелочка означает, то есть если вот здесь какое-то множество стоит функций, то стрелочка с этим множеством означает, что мы берем не множество функций, а берем систему, вектор функцию, или систему функций, которая состоит из всех этих функций. Из всех этих функций. То есть у нас, видите, мощность будет 2 в степени 2 в степени, значит у нас будет 2 в степени 2 в степени N разных функций. Ну мы начинаем нумерацию с нуля, поэтому их будет вот, последняя функция будет иметь номер 2 в степени 2 в степени минус 1. Ну обычно эта функция тождественная 0, эта функция тождественная единица. Ну ладно, давайте, может быть так. Вот эта функция тождественная, самая большая функция 2, вот эта самая маленькая, самая большая. Здесь стоят все функции. И вот это вектор функция. Это не множество функций, как здесь, это вектор функции. И когда мы говорим, что наша схема реализует эту вектор-функцию, то мы, ну, схема из функциональных элементов, вот она называется уже схемным универсальным многополисником, вот как здесь у нас, значит, написано. Существует универсальная сфе порядка n, значит, вот схема сигма, имеющая n входных переменных, x1, xn, t, имеющая 2 в степени 2 в степени n выходных переменных, z2 в степени 2 в степени n минус 1, то есть у нее вот столько входов и столько выходов. И наша схема, вот эта вот универсальная схема, она реализует все эти функции, каждую функцию на своем выходе. То есть вот эта вот будет функция f0, реализована на этом выходе функция f1 и так далее, на этом выходе функция f с индексом 2 в степени 2 в степени n минус 1. То есть это схема с n входами и 2 в степени 2 в степени n выходами. Значит, вот здесь вот будет z0 и так далее, z2 в степени 2 в степени n минус 1. Да, значит, да, то есть вот такая схема. Но при этом замечу, что переменные ведь тоже являются функциями, и поэтому этим переменным у нас тоже будут приписаны какие-то, вот скажем, z, допустим, здесь, ну давайте z0, вот давайте здесь, кстати, z1 равно x1 и так далее, zn, t. То есть вот выходные переменные z1 и так далее, zn, t, то есть функции, которые здесь реализуются, это будут функции, равные нашим переменным. То есть вот на эти n функции нам тратить элементы для их реализации не нужно, они реализованы прямо на входах схемы. Так вот это вот универсальная сфе порядка n. Ну, либо еще говорят иногда универсальный многополисник, ну, хотя это немножко может быть неправильно, но вот такая уже сложилась. То есть это универсальный многополисник порядка n. Вот такая схема из функциональных элементов, которую мы хотим построить, если поставили себе задачу синтеза для вот этого универсального функционального многополисника порядка n. Ну и вот давайте докажем утверждение 14.1, что сложность такой схемы, что существует схема вот такого вот вида, сложность которой не больше, чем доказательство 14.1. Значит, то есть мы хотим построить такую схему, которая действительно реализует все наши функции от n переменных, все наши функции от n переменных и имеет сложность, значит, вот не больше, чем 2 в степени 2 в степени n минус n. То есть, смотрите, мы как бы, учитывая, что у нас всего 2 в степени n функций, среди них n переменных, то есть мы как бы на каждую функцию должны потратить ровно один элемент. Ну вот как раз по нашему утверждению, которое мы там будем рассматривать, про нижнюю оценку, вот, нет, не это, 14.3, вот утверждение. То есть, смотрите, у нас есть система из m функций, отличных, то есть вот если мы эти функции как бы мы исключаем из этой системы, допустим, что мы их как бы не используем, то есть вот мы в этом случае берем утверждение 14.3, где m равно 2 в степени 2 в степени n минус n. То есть, по нашему утверждению, в нашей системе не должны быть функции равные переменным. И тогда, вот, применяемое это утверждение для этого случая к нашему универсальному многополиснику, вот к этой системе функций, к этой системе функций, и получаем, что... Дело в том, что в этом случае, как бы, на выходе каждого элемента реализуется только одна функция. И раз мы реализуем вот такое число различных функций, отличных от переменных, значит, в этой схеме должно быть не меньше, чем... Больше либо равно, чем 2 в степени 2 в степени n минус m элементов. Потому что все функции, отличные от переменных, будут реализованы, каждая функция на выходе своего собственного элемента. То есть, вот, как бы, получая эту нижнюю оценку, мы видим, что... Если мы сейчас докажем верхнюю оценку, то вот здесь как раз вы увидите в качестве следствия... Вот видите, что здесь, значит, нижняя оценка вот такая вот. Вот это вот. Это универсальный многополисник в классе схемы с функциональных элементов в произвольном базисе. И вот к замечанию, что в следствии следствия из-за 314-й, минимально по сложности с F в классе схемы с функциональных элементов в произвольном, причем, в базисе B. В произвольном базисе B. Значит, это будет у нас схема из U, S, B. Точнее, вот так вот. Так. Значит, ну, теперь, чтобы доказать, нам надо доказать верхнюю оценку. Чтобы... Ну, вот, собственно, возвращаемся... Я сразу, как бы, что из этого будет следовать, сразу хочу сказать, чтобы было понятно, что мы делаем это так, чтобы получилось точное равенство в качестве следствия. Значит, так вот, теперь как доказать такую вот верхнюю оценку? То есть, как доказать, что эту систему функций можно построить вот с такой вот сложностью? Ну, вот как раз очень такой, ну, так сказать, такой нетривиальный, ну, с одной стороны, не очень сложный, с другой стороны, хороший пример того, как можно упростить нашу схему. Значит, первое. Давайте сделаем так, что для любой функции F из P2 от N построим по совершенной DNF построим схему из функциональных элементов σF. То есть, возьмем совершенную DNF нашей функции и промоделируем ее в классе формул. Потом эту формулу промоделируем или переведем в класс схемы из функциональных элементов, которая будет схемой, реализующей функции F. Насколько она будет хороша, нам сейчас не важно. Какую-то схему построим для каждой функции. И давайте эти все схемы объединим. В каком смысле объединим? То есть, у них будет общий набор входных переменных, входные полюса. Значит, здесь будет схема для функции F0. Так. Значит, здесь будет выход Z0. Значит, ну, итак, выходы... Здесь будет Z1, ZNT. Вы так уже договорились, что здесь будут выходы Z1. Здесь будет выход Z с индексом NT. Ну, а дальше все остальные функции, отличные от переменных, делаем вот, точно, так сказать, таким же способом. Здесь будет функция F с индексом N плюс 1. Да, N плюс 1. Вот это будет Z с индексом N плюс 1. Ну, и так далее. Будет функция F с индексом 2 в степени 2 в степени N минус 1. Здесь будет Z с индексом 2 в степени 2 в степени минус 1. Вот построили такую схему для каждой функции от N переменных. Да, ну, давайте, если возьмем функцию F, не равна переменной. Не равна тождественно переменной X и T. И принадлежит отрезку 1N. Значит, вот построили свою схему. Объединили их в одну схему. Вот это вот будет, пусть это будет схема Сигма-штрих. Сигма-штрих. Так, она реализует, она реализует нашу систему функций. Но сложность у нее может быть очень большая. Может быть очень большая сложность. Существенно больше, чем нам хотелось бы. Но есть один простой прием, о котором, собственно, я говорил уже в прошлый раз. Значит, мы можем от этой схемы перейти к схеме Сигма-два-штриха. Это строго приведенная. То есть, даже нам эквивалентных преобразований не надо. Ну, точно, это такие специфические эквивалентные. Строго приведенная СФЭ. Значит, мы о них говорили, когда модель СФЭ рассматривали. Значит, что значит строго приведенная СФЭ? Это СФЭ, в которой нет эквивалентных вершин. То есть, вот если у нас есть две вершины какие-то, вот, В-штрих и В-два-штриха. В-два-штриха. Ну, давайте здесь, это схема Сигма с крышечкой лучше сделаем. А это Сигма с обратной крышечкой. Значит, то есть, вот, и пусть в этих двух вершинах реализуются равные функции. Значит, здесь реализуется функция Ф-штрих. Это функция Ф-два-штриха. Функция Ф-два-штриха. И пусть эти две функции совпадают. То есть, эти вершины, так называемые эквивалентные вершины. В них реализуются равные функции. И тогда, вот, мы говорили, что такое приведенная схема? Приведенная схема, это схема, в которой нет, так называемых, висячих вершин. А строго приведенная схема, это схема, в которой нет висячих вершин и нет эквивалентных вершин. Теперь, если здесь равные функции, я кажется, операции приведения у нас рассматривались, то есть, мы можем эти две вершины совместить друг с другом. Мы, точнее говоря, одну из них можем наложить на другую. Здесь нефть нефть нефть. То есть, вот, дело в том, что у нас нет циклов, поэтому одна вершина... То есть, не может быть так, чтобы эта вершина лежала на цепи, идущей от входа схемы к выходу с этой вершины и так далее. То есть, мы их можем совместить в одну вершину. И тогда это будет эквивалентная нашей исходной схема. То есть, вот эта операция, так сказать, устранения эквивалентных вершин, строго приведенная СФЭ. И вот в этой, поскольку это строго приведенная СФЭ, то в ней, во всех ее вершинах, значит, следовательно, в различных вершинах, вершинах этой схемы сигма с обратной крышечкой реализуются разные функции. Разные функции алгебрологики. И, значит, всех вершин в этой схеме, то есть, отсюда что следует? Что мощность множества вершин схемы сигма с обратной крышечкой будет равна 2 в степени 2 в степени, потому что у нас будет, ну, не больше, чем заведомо. 2 в степени 2 в степени, то есть, у нас всего разных вершин от n переменных всего 2 в степени 2 в степени n. Ну, собственно, равно тут, как бы, потому что у нас все разные функции реализованы, будет в точности равно. И что это означает? Что сложность? Да, теперь, включая входные вершины x1, xn. То есть, значит, сложность нашей схемы, То есть, число отличных от входных вершин будет не больше, чем... То есть, сложность этой схемы сигма с обратной крышечкой будет не больше, чем 2 в степени 2 в степени n минус n входных вершин. Вот вам и все доказательства. То есть, мы воспользовались только простой операцией отождествления. Вот мы, смотрите, какую-то схему построили, а потом стали пытаться ее улучшить. Вот такой простой прием, как отождествление двух эквивалентных вершин, привело нас к идеальному результату. То есть, мы построили схему сложности вот такой вот, а меньшие сложности построить нельзя. То есть, мы очень, так сказать, мы в точном смысле решили задачу синтеза схемы из функциональных элементов даже в произвольном базисе для вот этой специальной системы функций, для этого функционального универсального многополюсника. То есть, вот это как раз я сразу 14.1 мы доказали. Значит, взяли 14.3, применили и получили, так сказать, вот это замечание. Так, ну и теперь, чтобы закончить наш 14-й вопрос, нам нужны будут два утверждения в 14.5 и 14.6, которые связаны с простейшими методами синтеза. Потому что мы пока никаких методов синтеза вообще не применяли. Мы использовали только определение, и вот здесь мы использовали операцию строгого приведения нашей схемы. Больше ничего. Ну, а как я уже говорил, значит, на самом деле, вот мы здесь уже как-то строили схему из функциональных элементов для нашей произвольной функции. Ну вот давайте формализуем вот этот вот, как бы, момент и докажем вот это само утверждение 14.5. Значит, что для любой функции f от n переменных можно построить реализующую ее формулу f с индексом f. Формулу f с индексом f. Это формула в стандартном базисе. И пи схема сигма от f, которая реализует нашу функцию, для которой справедливо вот такие вот неравенства. Значит, ну здесь первое будет неравенство. Значит, первое, значит, l от f с индексом f, значит, не больше, чем 2n на мощность, ну, что минус 1. Минус 1. Так, сейчас только минус 1 там у нас. Да, да, минус 1. Значит, теперь, ну, как это доказать? Ну, это, собственно, вот, как я говорил, давайте возьмем совершенную dnf нашей функции f. То есть, значит, вот пусть а, готическая с индексом совершенная, от функции f, это совершенная dnf функция f, это будет дизъемция по всем наборам сигма. Это набор длины n из нулей единиц. То есть, набор из единичного н-мерного куба. Причем берем дизъюнкцию только по тем наборам, на которых функция обращается в единицу. Здесь будет x1 в степени сигма 1, конъюнкция и так далее, конъюнкция xn в степени сигма с индексом n. Вот совершенная dnf совершенная dnf нашей функции. Совершенная dnf нашей функции. Так, значит, теперь ну да, здесь давайте возьмем, что функция не тождественная 0. Потому что если она будет тождественной 0, то здесь будет у нас эта мощность будет равна 0. И, значит, у нас будет вообще отрицательное число. То есть, значит, функция f не тождественная равна 0. то есть вот здесь хотя бы одно слагаемое такого типа будет хотя бы одно слагаемое будет и тогда вот мы как можем вот то есть берем вот эту эту формулу трактуем в виде dnf то есть вот берем x1 это xn наши входные переменные чего беремся и цепочку из элементов конъюнкции значит да да значит теперь значит если нам нужно то есть вот для каждого такого набора мы берем значит вот такую схему чем здесь будет отрицание ну я напишу так здесь здесь значит берем реализуем x1 в степени сигма 1 вот здесь ну это либо отрицать элемент отрицания если сигма 1 равно нулю либо здесь так сказать вот эта вершина совпадает с этой ну и так далее здесь то же самое реализуем x1 xn в степени сигма n то а потом берем их все дизюнкти их все конъюнктируем вот здесь получается такая элементарная конъюнкция значит и так много раз значит вот так вот делаем потом здесь берем дерево ну или любую схему из элементов дизюнкции вот вот получилась значит вот такая вот формула переведенная на язык схемы с функциональных элементов и какова будет сложность нашей формулы и давайте мы и так и так оценим что есть вот и здесь мы перешли с формула f с индексом f формула f с индексом f значит так вот сколько будет какова будет сложность то есть там надо конечно сложно сегодня больше чем 2n на мощность множество тех наборов на которых функция равна единстве минус 1 значит и так считаем ранг это вот здесь удобнее считать ранг формулы f значит ранг формулы f с индексом f будет начни больше чем на смотрите у нас вот вот столько вот у нас будет элементарных конъюнкций сколько у нас наборов характерическое множество столько будет вот таких элементарных конечно ранг каждая из них равен n ранг каждый из них равен n значит и всего тогда общий ранг будет не больше чем вот такое произведение рангу будет Это означает, что сложность по конъюнкциям и дизъюнкциям нашей формулы будет не больше, чем ранг нашей формулы минус 1. У нас были соотношения между рангами с числом элементов конъюнкции и дизъюнкции в формулах. Теперь посчитаем, сколько будет элементов отрицания в нашей формуле. Берем самый худший случай, что у нас будут все наборы длины n. Все разные наборы длины n будут. Это самый худший случай. И тогда у нас сколько будет всего отрицаний при этом. Если мы пройдемся по всем наборам, то у нас, можно сказать, даже самый простой вариант, не больше, чем n умножить на мощность характеристического множества. Будем считать, что как будто везде всегда есть все отрицания. И в итоге, когда мы складываем, вот видите, сложность по конъюнкциям и дизъюнкциям такая, сложность по отрицаниям такая, мы можем считать, что общая сложность формулы F с индексом F будет не больше, чем удвоенная мощность характеристического множества минус 1. Вот та оценка, которую мы, собственно, и должны здесь были бы получить. Вот она у нас тут и написана. Значит, что? У нас же другая оценка написана. Нет, нет. Я доказывал сложность формулы F, не больше, чем 2n на мощность... А? Это умножить, да? Нет, конечно, умножить. Здесь умножить, да. Обязательно. И там умножить, так сказать, все стоит правильно. Хорошо. Теперь, значит, это мы построили формулу. Но нам в этом утверждении надо построить еще P-схему. Значит, сигма с индексом F. Так вот, мы эту P-схему сигма с индексом F, мы как раз и... Ну, вот берем формулу. Мы знаем, как что любая формула может быть промоделирована P-схемой. Сигма с индексом F – это P-схема, моделирующая нашу формулу F с индексом F. Это формула с поднятыми отрицаниями. И, значит, здесь тогда ранг формулы равен сложности P-схемы. Значит, следовательно, сложность P-схемы будет не больше, чем 2N, нет, просто N на мощность множества NF. То есть, видите, у нас ранг не больше, чем вот такой. Ну, даже можно точно написать вот такой, чтобы не мучиться. Значит, и поэтому сложность P-схемы будет не больше, чем ранг этой формулы. Значит, сложность P-схемы тоже будет вот такая вот. Все. Значит, вот мы доказали эти два соотношения. Но вот еще есть более, так сказать, интересное соотношение про глубину. Про глубину. Значит, так вот, смотрите. Смотрите, вот у нас получилась формула вот такого вот ранга. Формула вот такого вот ранга. Теперь. У нас было утверждение об оптимизации подобных формул по глубине. Оптимизация подобных формул по глубине. И согласно этому утверждению... Да. Причем я заметил, что это у нас DNF. И альтернирование нашей вот этой DNF, F с индексом F, равно единице. Альтернирование DNF равно единице. Значит, и применяя вот это утверждение к формуле F с индексом F, мы получаем вот эту подобную ей формулу F с крышечкой от F. Это оптимизация по глубине. И глубина этой формулы, значит, такая, что глубина этой формулы F с крышечкой с индексом F будет не больше, чем, значит, в ближайшее сверху целое число, к логарифму сложности нашей, логарифм L от F с индексом F плюс 1, плюс 1 и плюс альтернирование формулы F с индексом F. Значит, вот давайте. Значит, то есть, итак, вот берем, как бы, значит, вот у нас логарифм сложности. Значит, сложность у нас вот такая вот, значит, прибавляем единицу, вот эта единичка пропадает, получается логарифм вот этого произведения. Получается логарифм вот этого произведения. В итоге у нас получается, что мы берем логарифм мощности плюс единицы еще. Логарифм мощности плюс единицы плюс альтернирование. Ну вот получается то, что там написано. То есть вот мы полностью доказали этот... То есть вместо единички появляется там двойка, потому что мы одну единичку берем как логарифм двойки, и вторую единичку... Так, откуда у нас вторая единичка взялась? Так. А, да, и вторая за счет альтернирования. Одна единичка это логарифм двойки при логарифмировании, вот здесь вот. А вторая единичка за счет альтернирования. Все. Вот мы точно, в точности доказали утверждение 14.5. 14.5. Значит, теперь давайте рассмотрим чуть более... Вот смотрите, вот здесь мы просто взяли, стали переходить к строго приведенным формулам. Уже получился, ну в каком-то смысле, идеальный результат. А теперь здесь тоже давайте попробуем. Ведь, так сказать, здесь довольно много эквивалентных вершин. Но мы сделаем немножко, так сказать, более... Ну, может быть, такой... Не строго приведенную схему построим. А сделаем... То есть, давайте сначала сделаем так. Мы сначала попробуем построить хорошую Пи-схему. Хорошую Пи-схему. Для нашего случая. И за счет этого уменьшим сложность. Значит, вот сейчас утверждение 15... То есть, 14.6. Вот оно. Значит, смотрите. Опять нам дана функция от n переменных, не равная нулю. Тогда мы строим специальную Пи-схему. А потом ее моделируем формулой. Но оценки уже другие. Видите, сложность. То есть, мы здесь как бы сначала строим Пи-схему. А потом моделирующую ее формулу. Здесь мы взяли, наоборот, мы взяли формулу, построенную по совершенной ДНФ. А потом перевели ее в класс Пи-схем, то есть в класс контактных схем. Значит, теперь здесь мы сделаем немножко иначе. Мы сначала построим специальную Пи-схему. для нашей функции Ф. Ну, а потом уже из нее сделаем Пи. Из нее сделаем формулу. А потом ее промоделируем в формулу. Вот вопрос, как эту самую Пи-схему построить. Вот для этого мы сделаем следующим образом. Мы рассмотрим такую специальную схему контактную, которая называется контактным деревом. Значит, вот мы берем такую схему с одним входом и два в степени Н выходами. Значит, вот сначала берем... Из этой вершины выводим два противорожных контакта переменной Х1. Из концовых вершин этих контактов выводим по два контакта переменной Х2. Замыкающие и размыкающие контакты. И так далее. И, наконец, на Н там... То есть, вот здесь вот это переменная Х1. Здесь контакты переменной Х2. Ну, а так далее. А здесь будут контакты переменной ХНТ. Контакты переменной ХНТ. Значит, будет здесь не ХНТ. Здесь ХНТ. И вот такую контактную схему давайте рассмотрим. Значит, у него один вход и два в степени Н выходов. Здесь не ХНТ, а ХНТ. Значит, вот Б0, Б1 и так далее. Б с индексом 2 в степени Н. Значит, один вход и два выхода. Значит, в первом ярусе контакты переменной Х1. Размыкающие и замыкающие. Из каждого листа первого яруса, или из каждой вершины первого яруса, выходят два контакта переменной Х2. Размыкающие и замыкающие и так далее. Значит, и вот получается схема с одним входом и два в степени Н выходами. Она так и называется. У нас это будет 1, 2 в степени Н, контактное дерево от переменных Х от Н. От переменных Х от Н. Значит, вот теперь давайте попробуем понять, какую же систему функций реализует это контактное дерево. Значит, смотрите, у нас один вход и два в степени Н выходов. Значит, здесь реализуется система функций. Вот это будет какая-то функция G0, G1 и так далее. Значит, здесь вот G1. Здесь будет, значит, функция G с индексом 2 в степени Н минус 1. Это будут функции от Н переменных. Функции от Н переменных. Ну, давайте легко понять. Значит, смотрите, вот когда мы идем отсюда и попадаем в В0, мы проходим цепочку контактов, не Х1, не Х2 и так далее, не ХНТ. И попадаем сюда, в вершину. Теперь попасть как-то по-другому туда нельзя, потому что если мы где-то вот ушли по другой цепочке, то уже как бы вернуться туда невозможно. Значит, поэтому функция G0, это будет как раз не Х1 и так далее, конъюнкция не ХНТ. Значит, здесь будет конъюнкция не Х1 и так далее, не ХН минус 1, конъюнкция ХНТ. Ну, здесь будет Х1 и так далее, конъюнкция ХНТ. Ну, давайте напишем, здесь будет какой-то БЖТ. Значит, здесь будет функция FG с индексом ЖТ. Это будет Х1 в степени Сигма 1, ХНТ в степени Сигма НТ. Такое, что число G в двоичной системе счисления как раз задает вот этот набор. Ну, либо так, что Сигма 1, то есть, Ню, вот двоичный номер этого набора, Сигма 1, Сигма НТ равен Ж. То есть, двоичная запись числа Ж, ну, без учета левых незначительных разрядов, совпадает с набором Сигма 1, Сигма Н. То есть, вот это как раз, какая вот эта система функций? Она у нас была вот в нашем... Это конъюнктивный дешифратор. Это будет как раз QНТ со стрелочкой. Это вот как раз будет система из всех... Значит, вот это, значит, конъюнкция отрицания переменных, потом так далее, так далее, так далее. Значит, здесь будет Х1, конъюнкция, так далее, ХНТ. Это будет конъюнктивный дешифратор порядка Н. То есть, вот видите, мы построили схему, которая реализует этот конъюнктивный дешифратор. Ну, и тем самым мы доказали, что его сложность в классе контактных схем не больше, чем... Значит, сложность контактного дерева, это будет 2 в степени Н плюс 1 минус 2. То есть, вот, тем самым, построив это контактное дерево, мы доказали, что вот такое равенство, такое неравенство выполняется. Но это не лучший вариант. Мы построим симптомически наилучший дешифратор в нашем этом разделе. Но пока нам этого достаточно. Значит, теперь давайте сделаем так. А нам-то нужна функция F. Вот, значит, вот берем опять нашу функцию F. Берем нашу функцию F. Берем ее в совершенную ДНФ. F от X1 и так далее. Ну, давайте я здесь внизу напишу. Вот, значит, функция F от X1 и так далее. Xn. Это будет дизъюнкция по всем наборам сигма. Это наборы значений наших n-переменных. Сигма 1, сигма n. X1 в степени сигма 1. Xn в степени сигма n. То есть, вот берем нашу произвольную функцию. Берем ее в совершенную ДНФ. Точно так же, как здесь. Только мы здесь сразу эту ДНФ перевели в формулу. А мы сначала попробуем построить P-схему, которая реализует нашу функцию и дает нужные нам результаты. Дает нужные нам результаты с точки зрения сложности этой схемы. Так, значит, теперь давайте сделаем вот как. Значит, возьмем все листья этого дерева и выделим те листья, которые соответствуют слагаемым совершенной ДНФ нашей функции. То есть, возьмем все те, ну, как бы, выходы нашего вот этого контактного дерева, которые соответствуют элементарным конъюнкциям, вошедшим в совершенную ДНФ. Вот здесь взяли, здесь. А потом все эти листья склеим. Значит, склеиваем эти вот, ну, склеиваем, да. Все листья, которые не вошли в совершенную, то есть, конъюнкции, которых не вошли в совершенную ДНФ, мы и сам лист убираем, и вот эти ребра исключаем. Если они сюда не попали, то мы их просто исключаем. Вот. А, значит, те листья, которые остались, мы склеиваем вместе, и получается схема сигма с индексом F. Вот. Не буду доказывать. Вот попробуйте сами убедиться в том, что это будет P-схема. Это будет P-схема. Это будет не просто, то есть, ясно, что будет какая-то контактная схема. Но это будет не просто контактная схема, а это будет P-схема. Вот. Домашнее задание. Убедиться в том, что это будет P-схема. Специальная контактная схема. И поэтому, да, и при этом давайте мы сразу оценим число контактов в этой P-схеме сигма F. Итак, у нас во всем контактном дереве было число контактов вот 2 в степени n плюс 1 минус 2. 2 в степени n плюс 1 минус 2. Значит, теперь, сколько у нас осталось после того, как мы убрали контакты? Ну, то есть, короче, итак, сколько контактов мы удалили при этом? Значит, мы удалили те контакты, которые связаны с наборами, на которых наша функция равна нулю. То есть, значит, будет так. Не больше, чем 2 в степени n плюс 1 минус 2. Теперь минус. Значит, вычитаем. А на скольких наборах наша функция равна нулю? Значит, вычитаем вот такую разность. Это будет 2 в степени n минус мощность нашего характеристического множества. Вот это вот число тех наборов, на которых наша функция равна нулю. И эти все контакты, связанные, вот последние контакты и листья этого контактного дерева, связанные с этими наборами, мы убрали. Мы убрали. Значит, ну и вот, если мы все это соберем вместе, значит, у нас получается, значит, не больше, чем, ну, получается то, что там написано. Значит, получается 2 в степени n плюс 1 минус 2 в степени n, это будет 2 в степени n. Здесь минус перейдет в плюс. Значит, получается 2 в степени n плюс характеристическая мощность, характеристическая множество нашей функции, и получается минус 2. То есть, вот первую оценку мы как раз здесь и доказали. Следующий шаг. На чем мы здесь сэкономили? Если бы мы взяли цепочки не пересекающихся контактов, то получилось бы то, что было в предыдущем утверждении. А мы здесь сэкономили за счет того, что мы взяли более компактную реализацию системы всех элементарных конъюнкций рангой на тенн-переменных в классе контактных схем. Получила P-схема. Теперь формула F с индексом F моделирует эту P-схему. Моделирует P-схему сигмы с индексом F. Мы знаем, что ранг этой формулы F с индексом F равен сложности P-схемы. Ну а сложность P-схемы мы оценили сверху. Вот так вот будет не больше, чем 2 в степени n плюс мощность характеристического множества нашей функции минус 2. Это ранг. И мы знаем, что этот ранг равен числу элементов конъюнкции и дизъюнкции в нашей формуле F с индексом F. То есть число элементов конъюнкции и дизъюнкции мы уже оценили. И чтобы оценить сложность всей нашей формулы с учетом элементов конъюнкции и дизъюнкции отрицания, мы должны сказать, что какова будет сложность этой формулы по числу отрицаний. Значит, ну и давайте такую простую вещь сделаем. Смотрите, значит, вот в нашем контактном дереве вот столько вот контактов. Из них ровно половина имеет размыкающее отрицание. То есть это размыкающие контакты, то есть перемены с отрицанием. Когда мы моделируем нашу P-схему формулой, то как раз контакты размыкающие переходят... Здесь, когда у нас идет ранг, там же будут перемены или их отрицание. Значит, вот отрицание перемены, которое здесь мы получаем при моделировании в этой формуле из этой P-схемы, отрицание перемены возникает тогда, когда у нас там был размыкающий контакт. То есть размыкающих контактов не больше половины. То есть поэтому мы можем написать, что это будет не больше, чем 2 в степени n минус 1. Это число размыкающих контактов во всей этой схеме. Во всей этой схеме. Вот. Значит, ну и вот если мы теперь сложим все это вместе, то мы, значит, получим, что сложность формулы F с индексом F будет не больше, чем... Значит, получаем так. 2 в степени n плюс 2 в степени n плюс 1. 2 в степени n плюс 1. Плюс мощность характеристического множества n с индексом F. Ну и минус 3. Минус 3. Так, правильно я написал? Так, значит, только минус 4 почему-то получилось. А, да-да-да, все верно. Я же забыл вот что. Дело в том, что ранг – это сложность без единицы. Не здесь. Вот ранг – это не сложность, это сложность минус 1. Вот, я забыл про эту единичку. Наоборот, это сложность плюс 1, значит, эта сложность будет ранг минус 1. Значит, когда мы здесь оценивали, значит, тогда мы здесь должны написать минус единичку. И здесь у нас бы получилось минус 3. Минус 3, значит, и в итоге здесь получилось бы минус 4. Вот все. Вот теперь все правильно, все сходится. Мы закончили наш 14-й вопрос. Делаем 5-минутный перерыв и потом продолжим. Перейдем уже к нашему следующему 15-му вопросу. Пока 5 минут перерыв. Так. 42. Так. Ну, контактное дерево я пока оставлю. Так. Хорошо. Так. Хорошо. Продолжение следует... 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 И, ну вот, более, так сказать, корректность понятия суперпозиции для некоторых типов схем, разделительные контактные схемы и Лем-Машинона. Это такой, в общем, даже не совсем, может быть, математический, нет, мы будем говорить на математическом языке, но это немножко такой более философский даже, может быть, вопрос. То есть, как из более простых частей получить более сложную структуру. Вот, значит, и вот здесь мы будем использовать такое достаточно абстрактное представление о суперпозиции схем. Ну вот, вы знаете операцию суперпозиции Булевских функций. Вот, если у нас есть одна функция от каких-то переменных, а потом вместо какой-то из этих переменных мы подставляем функцию, ну, либо от других переменных, ну, может быть, либо от тех же самых переменных. Значит, подставляем функцию. Ну, вот это и есть как раз простейший вариант суперпозиции на языке формул, ну, и в частности, вот в алгебрологике. Значит, теперь мы стали разговаривать на более сложном языке графов. И вот на этом языке мы должны тоже примерно понимать, что же такое суперпозиция двух схем. Вот если у нас есть, скажем, вот нам были даны две схемы, сигма-штрех и сигма-два-штреха из какого-то класса У. Значит, я напомню, что у нас во всех классах у схемы есть входы и выходы, ну, у контактных схем еще есть управляющие переменные. Ну, они как бы, у них не считаются входами, у контактных схем. Значит, эти переменные управляющие контактами не считаются, ну, в какими-то, в этом смысле, особыми переменными. А, значит, входы есть у контактных схем входы и выходы, у схемы с функциональных элементов есть входы-выходы, но здесь как раз все переменные связаны именно с входами у схемы с функциональных элементов. У контактных схем, так сказать, тех переменных, от которых мы рассматриваем наши функции, как входных или выходных нет, есть специальные вершины, которые считаются входными, вершины считаются выходными, и мы реализуем функцию, как функцию проводимости между входами и выходами. Так вот, что такое суперпозиция в таком достаточно общем виде? Значит, вот у нас есть две схемы, сигма штрих, сигма два штриха. Вот у схемы сигма штриха есть какие-то входы, есть выходы. У схемы сигма два штриха тоже есть свои входы и выходы. Значит, вот мы можем построить более сложную схему так. Мы, условно говоря, возьмем какие-то выходы схемы сигма штрих и отождествим их, как вершины графов, отождествим их с какими-то вершинами, которые были входными вершинами у схемы сигма два штриха. Ну, а там, если какие-то были входы, которые у схемы сигма два штриха, которые в этом не участвуют, то они считаются свободными входами этой схемы, этой суперпозиции, точнее говоря, этой суперпозиции. Те выходы сигма штрих, которые не участвуют в этом построении, тоже свободные выходы сигма штрих и сигма. То есть сигма два штриха и сигма. Теперь эти вершины стали внутренними вершинами нашей схемы. То есть входами этой суперпозиции являются все входы сигма штрих и свободные в этой суперпозиции входы сигма два штриха. Выходами суперпозиции являются все выходы сигма два штриха и все свободные выходы схемы сигма штриха. Вот это в самом общем виде. Тут есть много деталей, пытаться это формализовать, уже многие пытались это делать, это значит угробить всю конструкцию, потому что излишняя формализация только вредит. Вот на этом таком достаточно общем абстрактном уровне мы и остановимся здесь, но рассмотрим частные случаи суперпозиции. Первое, это объединение двух схем, то есть мы их просто объединяем без всякого соединения, вот это была схема сигма штрих, это сигма два штриха, то есть мы считаем, что схема сигма это просто объединение сигма штриха и сигма два штриха. Считаем, что у этих двух графов нет никаких общих вершин, мы их объединили и получился новый граф, новая схема, которая называется их объединение. Потом вторая простейшая операция, она вот как устроена. То есть, значит, это отождествление с возможным, то есть, неправильно, переименование с возможным отождествлением, переименование с возможным отождествлением входов в какой-то уже известной нам схеме. Значит, то есть, как можно трактовать это переименование как суперпозицию? Значит, смотрите, вот у нас есть, да, как бы есть такая простейшая схема, которая состоит только из изолированных вершин, но при этом есть только входная вершина, изолированная, она не является выходом, это так называемый висячий вход. А есть тождественная вершина, которая является и входом, и выходом одновременно. Вот это две разные ситуации, но любая простейшая схема, где нет никаких внутренних элементов, а это вот просто набор таких вот входных вершин разных типов. Это чисто входная вершина, а это вход-выходная вершина. И вот, значит, простейшая схема состоит только из таких вершин. Значит, так вот, теперь, что такое отождествление, то есть, переименование с возможным отождествлением входов нашей схемы? Это вот какой случай. Ну, давайте мы, я буду называть эту схему простейшая. Это простейшая схема. Простейшая схема. У нее нет никаких ребер, есть только вершины и больше ничего. Простейшая схема. Так вот, переименование с возможным отождествлением входов схемы сигма-два штриха, вот схемы сигма-два штриха, это, значит, тогда и только тогда, когда схема сигма-штрих простейшая. То есть, если схема сигма-штрих простейшая, то при соединении части входов к этим висячим входным вершинам, она и будет операцией отождествления входов с возможным их переименованием. С возможным переименованием. А что делать с оставшимися входными вершинами? Так, громче говорите, еще раз. Что делать с оставшимися входными вершинами схемы сигма-два штриха? То есть, мы должны быть, скорее, каковы-то частью входных вершинами. Нет, значит, получается так, что вот давайте сейчас попробуем нарисовать вот здесь. Вот здесь у нас есть система изолированных вершин. Система изолированных вершин. Ну, давайте, это будут вход-выходные вершины. Значит, здесь будут вход-выходные вершины, то есть у них есть и вход, и выход. Есть и вход, и выход. Значит, и тогда мы каждую... Да, и пусть мы присоединяем все входы сигма-два штриха. Либо к этой вершине, либо к этой. При этом к одной и той же этой вершине можно присоединить две. Это и будет отождествление. Потому что при присоединении двух разных вершин к одной, они же автоматически отождествляются. То есть мы не оставляем никакие входы сигма-2-3-хабус? Нет, можем оставить свободными. Это тоже допускается. Можем оставить часть входов свободными, а для части входов применить эту суперпозицию, где вот эта схема сигма-штрих состоит из таких простейших вершин. Эти свободные входы должны войти в... Обязательно. Нет, свободные входы войдут в число входов суперпозиции. Нет, на самом деле, чтобы было совсем четко, давайте мы здесь сделаем такие вершины, и эти вершины присоединим сюда без всякого отождествления. И тогда вот это будет то же самое, что было, и им сохраним эти же самые пометки, что и здесь. Тогда можно сказать, что все входы сигма-2-3-хаб присоединяются к каким-то выходам схемы сигма-штрих, состоящей из таких вершин. Значит, и третий простейший вариант – это наоборот. То есть мы можем... Вот теперь я схему опять сигма-штрих восстановлю. Здесь была схема сигма-штрих. Так, значит, здесь мы вот сюда присоединили, здесь свободные выходы. Так вот, теперь, вот есть теперь схема сигма-2-штриха простейшая. Тогда это будет, значит, ну, понимаете, вот не для всех схем это возможно. То есть если схема сигма-2-штриха простейшая, то будет просто переименование с возможным снятием выхода в схемы сигма-штрих. Значит, переименование с возможным дублированием и снятием выходов схемы сигма-штрих. Значит, если это простейшая схема, то мы опять... Здесь могут быть свободные входы, но, в принципе, мы их опять можем отожде... Ну, каждый свободный вход можем считать присоединенным по одному к вот таким, отдельным вот таким вершинам. А здесь, так сказать, вот здесь иногда допускается, иногда не допускается отождествление. Вот здесь вот этих входных вершин. Но, в принципе, так сказать, значит, да, теперь так, если схема сигма-2-штриха простейшая, давайте так вот, схема сигма-2-штриха простейшая, значит, здесь вот эти вершины. Теперь, если это входы вот такого типа, висячие входы, то присоединение к этим висячим входам равносильно тому, что мы эти вершины считаем уже теперь невыходными. То есть мы как бы сняли эти самые пометки, они перестали быть выходными. Вот, возможно, снятие здесь появляется. Теперь, если мы один и тот же выход присоединили к двум таким вершинам, тогда получается, что этот выход продублировался. То есть здесь он был как бы однократным выходом, а теперь он стал двухкратным выходом. То есть вот такие три простейших основных операции частных случая операции суперпозиции. Объединение, переименование входов с возможным отождествлением, переименование выходов с возможным дублированием и снятием. Вот три простейших варианта суперпозиции. На самом деле, я думаю, что понятно, что любую суперпозицию можно представить как результат последовательного применения этих трех операций. Не буду формально это доказывать, это нам не потребуется. Вот это общее представление о том, что такое операция суперпозиции. Теперь, что такое корректность суперпозиции? Вот очень важный момент – корректность суперпозиции. Сейчас я эту корректность просто поясню. Не буду ее очень строго формализовать, а попробую пояснить вот на каком примере. Есть еще такая специальная суперпозиция, называется стыковкой. Стыковка. Вот есть у нас схема сигма-штрих. Схема сигма-два-штриха. У них здесь каждый выход схемы сигма-штрих присоединяется к своему собственному входу схемы сигма-два-штриха. То есть каждый выход сигма-штриха идет на свой собственный вход. То есть нет ни отождествления, ничего тут нет. Вот такое бесповторное подключение входа в схемы сигма-два-штриха к выходам схемы сигма-штриха. Каждый узел должен попасть в свою дырку, так сказать, должен узел попасть. Штырь попадает в какие-то там свои каналы. Вот так и здесь. Вот это так называемая стыковка. Вот такие важные частные случаи суперпозиции. Я забыл сказать, что любая суперпозиция, я про три сказал, это вряд ли. Очень часто нам удается многие вещи доказывать для такой стыковки, а потом их обобщать на общий случай. Так вот, любая суперпозиция может быть разбита на эти четыре этапа. Еще бесповторная стыковка такая. Объединение, переименование и бесповторная стыковка. Вот четыре вида суперпозиции, которые в общей совокупности позволяют представить любую суперпозицию. Вот это такая не совсем формальная часть нашего описания. Но нам, в общем-то, более строгое описание здесь и не потребуется. Просто иногда удобно пользоваться вот этими терминами. Просто суперпозиция общего вида, бесповторная стыковка, объединение. Это вот такие четыре основных. Вот это, конечно, главный случай, для которого мы многие вещи будем доказывать. А потом будем все распространять на произвольную суперпозицию. Так, значит, ну вот, это что касается... Да, теперь корректность суперпозиции. Вот давайте я про корректность скажу именно на примере стыковки. То есть вот, допустим, что у нас вот здесь есть какие-то входные перемены x1 и так далее, xn, здесь выходные перемены z1 и так далее, z, mt, здесь входные перемены, допустим, y1 и так далее, y, mt, ну а здесь выходные перемены, ну давайте лучше так, здесь x1 штрих и так далее, xn штрих, здесь z1 штрих, z, mt штрих, здесь тогда давайте лучше, чтобы не путаться, x1, 2 штриха и так далее, x, mt, 2 штриха, а здесь будет z2 штриха 1 и так далее, z2 штриха, ну, скажем, s. То есть вот бесповторные стыковки. То есть если здесь реализуется система функции f штрих, здесь реализуется система функции f2 штриха, то вот, то есть вот эта вот наша схема sigma, то схема sigma, которая является вот такой, так сказать, sigma2 штриха от sigma штрих, бесповторной стыковкой, ну она, естественно, будет реализовать систему функции f, которая, ну, должна, должна реализовать, которая реализует систему функции f2 штриха от f штрих. То есть как бы вместо всех входных переменных вот этой системы функции реализовались на соответствующих выходах, выходах нашей первой схемы sigma штрих. То есть вот корректность этой операции суперпозиции, вот в этом случае, в этом случае, заключается в том, что новая система функции является суперпозиция этих двух систем функции. Ну, правда, вот такая как бы интерпретация характерна как раз для схем из функциональных элементов. Для контактных схем это будет сложнее. Вот теперь, значит, давайте попробуем понять, что мы будем... Вот здесь у нас теперь бесповторная стыковка двух контактных схем. Вот, значит, здесь у нас есть входы, скажем, a1 и так далее, а1 штрих и так далее, а1 штрих, 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 а1 схемы из функциональных элементов это в этой корректность суперпозиция вот в модели сф значит она вот таким равенством сдается вот на читать здесь теперь если у нас есть схемы сигма штрих здесь есть входы это будет а 1 2 штрихами входов будет столько сколько выходов здесь здесь q штрих здесь будет а 2 штриха с индексом q штрих ну а здесь пойдут выходы b2 штриха 1 так далее b2 штриха с индексом q2 штриха так так здесь с индексом q штрих вот схема сигма 2 штриха значит смотрите входные у нас нет входных переменных и выходных переменных входные выходные переменные то есть мы считаем что эти обе наши схемы имеют вот сигма штрих от x 1 и так далее x nt вот здесь получается а 1 штрих и так далее а п со штрихом штрих и b1 штрих и так далее b q штрих со штрихом так значит схема сигма 2 штриха это будет схема сигма 2 штриха вот эти вершины стали внутренней а зависящем у них одни и те же управляемые управляющие контактами переменные здесь будет так сказать а 1 2 штриха так далее а 2 штриха с индексом п штрих здесь будет b 2 штриха 1 и так далее b 2 штриха с индексом п 2 штриха то тогда схема сигма тогда вот схема сигма это будет схема имеющая вот эти вершины стали внутренними вершинами то есть у нее будут те же самые переменные x 1 и так далее x nt а дальше будут входами станут вот эти вот переменные эти вершины а 1 штрих и так далее а штрих с индексом п штрих а выходами станут вот эти вот b 1 2 штриха и так далее b 2 штриха с индексом q 2 штриха то есть вот вот так мы понимаем суперпозицию контактных схем и и вот корректность для нее вот значит 5 если здесь f штрих что такое здесь f штрих f штрих это булевская матрица f штрих это булевская матрица которая имеет p штрих строк и q штрих столбцов состоящие из булевских функций от этих n переменных то есть f штрих это будет элемент такой это будет п 2 от n здесь будет у нее будет значит п штрих как бы так значит у него будет п штрих столбцов значит будет q штрих п штрих то есть значит у него получается куш трих строк и п штрих столбцов то есть вот такая вот булевская матрица матрица из булевских функций от n переменных от n переменных значит f 2 штриха будет аналогичная булевская матрица p 2 от n значит он только у нее будет здесь q 2 штриха так сказать входов и q штрих и п штрих то есть значит будет q 2 штриха строк и п штрих столбцов то есть это будут две булевские две матрицы состоящие из булевских функций так вот так вот так вот корректность суперпозиции корректность суперпозиции вот в этой модели модели схем контактного типа где есть проводимость да тогда и только тогда когда вот эта матрица f реализуемая всей вот этой вот системой функции значит это будет матрица f 2 штриха от f штрих f 2 штриха умножить на f штрих 2 штриха умножить это произведение матриц в обычном смысле то есть строка умножается на столбец конъюнкция это умножение дизюнкция это сложение то есть вот вот таково определение корректности суперпозиции но это для схемы функциональных или для формул а это для контактных схем почему так ну это можно так сказать есть масса соображений которые связаны вот с этими представлениями о корректности значит нет давайте так это правильность суперпозиции вот значит вот эта правильность суперпозиции некорректно я здесь напишу пока Напишу правильная суперпозиция. Здесь тоже напишу пока. Где у нас здесь? Да, вот это правильная суперпозиция. Правильная суперпозиция. Вот понятие правильной суперпозиции. Теперь, что такое корректная суперпозиция? Это некоторое дополнительное свойство к правильности, которое нам позволяет все-таки использовать построенные один раз схемы многократно. Так вот, правильная суперпозиция означает то, что она корректная. То есть, корректная суперпозиция это правильная суперпозиция. Это первое свойство. А второе свойство, то есть, так сейчас, значит, суперпозиция корректная. Тогда и только тогда, когда первое, она правильная. То есть, она реализует действительно вот здесь суперпозицию систем функций. Здесь реализует такое вот матричное произведение. Матричное произведение. А второе, да, при этом, вот что очень важно. Значит, когда мы строим вот всю эту схему сигма, то у нее появляются две подсхемы. То есть, вот эта схема сигма штрих становится подсхемой этой схемы. Ну и сигма два штриха тоже, но нас интересует больше, что схема сигма штрих. Ну и здесь точно так же. Когда мы эти вещи стыковали, то вот здесь возникает такая подсхема сигма штрих. Первая схема суперпозиции. Значит, здесь вот мы говорим внутренняя схема суперпозиции. То есть, мы говорим суперпозиция сигма два штриха от сигма штрих. Значит, так вот, второе. На выходах под схемы вида сигма штрих в схеме сигма. На выходах под схемы вида сигма штрих в схеме сигма. Реализуется система функций F штрих. И здесь система функций F штрих. То есть, что это означает на качественном уровне? То есть, смотрите, вот когда мы эту схему присоединили к этой, то вообще здесь вот... Ну, вот в этом смысле понятно, вот, я даже не буду особенно долго пояснять, что любая суперпозиция схемы с функциональной химикой является корректной. Потому что от того, чтобы здесь что-то присоединили, в этой схеме ничего не нарушается. И на ее выходах реализуются те же, уже в самой глобальной схеме, на выходах под схемы сигма штрих реализуется та же самая система функций, что в отдельно взятой схеме сигма штрих. То есть, мы не можем нарушить функционирование под схемы сигма штрих, когда она стала под схемой всей вот этой нашей схемы сигма. Тут ничего не меняется. А в случае контактных схем это очень легко может измениться за счет проводимости. Потому что, когда вы эти две схемы соединили, то проводящие цепи могли отсюда пойти сюда, потом вернуться обратно, потом еще сюда пойти. Такая проводимость возможна, и она может нарушать нашу правильность. Так вот, суперпозиция корректна. Если на выходах под схемы сигма штрих в этой суперпозиции, независимо от того, что мы подсоединили снизу сигма два штриха, в этих вершинах все равно реализуются те же самые функции. То есть функции проводимости между ее входами и выходами остались такими же, как будто бы этой схемы нет. То есть вот эта схема, присоединенная снизу, не испортила нам проводимости между входами и выходами схемы сигма штрих. Вот если этот эффект имеет место, то тогда мы будем говорить, что схема корректна. То есть она должна быть правильной. То есть она должна реализовать в этом случае вот такую систему функций, в этом случае вот такую матрицу из функций. Ну а при этом вот на выходах той подсхемы, которая была вот самой верхней в этой цепочке, должны реализоваться те же самые функции, что и без этого присоединения. Что это нам дает? Вопрос. Дело в том, что если это суперпозиция корректна, то вот мы одну такую схему присоединили, раз, потом мы можем параллельно присоединить еще раз такую же схему, там еще раз, то есть вот ни одно, и при этом мы здесь как бы не нарушаем вот этих проводящих функций в этой схеме. И как бы присоединение одной или нескольких таких схем, оно не портит вот эту нашу базовую схему, начальную схему суперпозиции, то есть схему сигма штрих. Не нарушает функции ее проводимости. Не нарушает функции ее проводимости. Так, ну вот это такая общая часть насчет того, что такое суперпозиция схем, так сказать, какие суперпозиции считаются правильными, какие корректными. Значит, корректная – это правильная суперпозиция, плюс, так сказать, вот, так сказать, плюс то свойство, что на выходах, так сказать, первой подсхемы реализуются те же самые функции, что и до суперпозиции. То есть не нарушается суперпозиция, не нарушающая функции проводимости в верхней схеме, она еще называется, вот требуется именно это, для корректности. Так, значит, ну давайте, что тут все-таки общие вопросы шли. Надо бы что-то нам конкретное такое рассмотреть. Так, ну давайте. Ну, примеры суперпозиции на уровне схем из функциональных элементов, я думаю, они довольно простые. Давайте я сейчас простую суперпозицию с ФР рассмотрю. Значит, ну вот, скажем, у нас есть… Ну вот на семинарских занятиях вы… Ну, кто-то уже строил, кто-то еще будет строить такую, так сказать, хорошую схему из четырех элементов, реализующую сложение по модуру 2. Вот, значит, есть схема, у нее два входа x1, x2. Значит, и здесь, значит, здесь мы берем вот так, значит, здесь, допустим, берем элемент конъюнкции, здесь берем элемент дизъюнкции. Так, значит, затем мы берем дизъюнкцию отрицания, пропускаем через отрицание, а потом это отрицание дизъюнктируем вот с этими двумя выходами. Вот выход z1. Значит, здесь реализуется функция как раз x1 конъюнкции x2, дизъюнкция не x1, не x2. Это будет эквивалентность. x1 эквивалентный x2. Ну, если мы поменяем… Вот это вот схема сигма-эквивалентность. Здесь, то есть, это эквивалентность двух переменных. Эквивалентность двух переменных. Ну, если мы возьмем двойственные функции, будет сигма-2, сумма. Здесь будет сумма. Значит, это будет то же самое. x1, здесь будет x2. Здесь только мы возьмем, наоборот, возьмем дизъюнкцию. Здесь возьмем конъюнкцию. Конъюнкцию. Потом мы возьмем отрицание конъюнкции. Отрицание конъюнкции. И проконъюнктируем это вот с этим выходом. Будет вот здесь тоже выход z1. Здесь будет x1 плюс x2. x1 плюс x2. Вот две таких хороших схемы. Они минимальные. Лучше, чем с четырьмя элементами, сложение по модулю 2 двух переменных реализовать нельзя. Ну и вот мы можем, используя эту операцию суперпозиции, мы можем легко построить схему для вычтения суммы по модулю 2 n переменных. То есть мы берем, вот у нас x1, x2 и так далее. Здесь x nt. Значит, вот мы сюда вешаем нашу схему. Ну, я так сказать, так изображу. Значит, схема sigma плюс 2. Ну так вот. Не буду ее разрисовывать. Теперь берем здесь третью перемену. Выход этой схемы. Опять присоединяем, вот, ну, так сказать, такой макроэлемент. Макроэлемент sigma 2 плюс. Ну и так далее. Значит, вот соединяем последний такой макроэлемент. Сумма по модулю 2, sigma 2 плюс. Значит, это вот переменная x nt. То есть у нас получается здесь сколько таких схем? Значит, у нас получается n минус 1 схема такого типа. Да, вот это будет суперпозиция. Это будет корректная суперпозиция. И она будет реализовать x1 плюс и так далее плюс x nt. Вот здесь будет реализоваться такая функция сложения по модулю 2 всех n переменных. Значит, сложность этой схемы. Значит, вот это будет схема, мы ее обозначим так, sigma nt. Это сумма, ну, не сумма, а сумма по модулю 2 n переменных. Значит, вот эта вот схема. Ну и сложность ее, сложность этой схемы sigma nt плюс, она будет равна 4n минус 4. 4n минус 4. И это минимальная схема. То есть с меньшей сложностью сложение по модулю 2 n переменных в нашем стандартном базисе реализовать нельзя. То есть вот суперпозиция. Мы взяли очень хорошие схемы для сложения двух переменных или для их эквивалентности. И вот привели, использовали операцию суперпозиции, получили очень хорошую схему для сложения по модулю 2 n переменных. То есть в классе схемы с функциональных элементов суперпозиция всегда корректна, а в классе контактных схем это не совсем так. И вот здесь-то как раз и действует так называемая лемма шинона. Она дает достаточные условия корректности суперпозиции для контактных схем. Вот сейчас мы ее посмотрим. Я очень коротко поясню смысл этого утверждения. Ну, то есть, точнее, как оно доказывается. Вот лемма шинона. Вот. 15.1. Так, лемма шинона. Значит, то есть у нас есть суперпозиция в виде стыковки двух контактных схем. И, значит, вот есть матрица проводимости этих функций. F' и F2'. Значит, мы берем суперпозицию σ2' от σ'. И тогда, значит, как бы... То есть, вот что мы при этом... То есть, вот мы берем две таких схемы, берем их в суперпозицию. Вопрос, когда эта суперпозиция будет корректна или когда она будет правильная. Значит, так вот... Ну, здесь написано неравенство, а потом из них следует вот такой вот вывод уже. Вот. Что в случае разделительности контактной схемы σ' по входам, значит, ну и тогда, значит, эта суперпозиция будет корректной. Вот в том случае, когда схема σ2' разделительна по входам. Сейчас я еще раз поясню. То есть, так просто... Вот у нас есть схема σ' штрих. Вот есть схема σ2' штриха. Сигма 2' штриха. Значит, вот здесь есть свои входы, здесь есть свои выходы, здесь тоже есть свои входы, здесь есть свои выходы. Значит, суперпозиция. Мы часть входов присоединяем сюда. Ну, давайте, если у нас стыковка, то они просто вот так вот. На самом деле, это верно всегда, но мы проводим операцию стыковки. Проводим операцию стыковки. То есть здесь схема матрица F', здесь матрица F2', и матрица F, которая реализуется этой суперпозицией. Если здесь, допустим, будет P входов, здесь S выходов, здесь будет S входов, здесь будет Q выходов, то тогда матрица F будет иметь размер, значит, P на Q, так вот, F, ну она, во-первых, всегда больше либо равна, чем F' умножить на F2'. Вот это вот первое, что доказывает, или что утверждается в Лемешенона, вот первое, так, значит, то есть это всегда верно. А нам нужно, чтобы выполнялось вот это равенство, F равно F' на F2'. Вот она, правильность, вот эта правильность. Так вот, чтобы обеспечить нам правильность, нужно, чтобы либо эта функция, вот эта схема была разделительна по выходам, то есть функции проводимости между выходами были равны нулю, либо чтобы эта схема была разделительна по входам, то есть функции проводимости между входами в этой схеме были равны нулю, либо это, либо это, то есть вот если верно, то есть чтобы вот, если это верно, то она корректная, она правильная, если это верно, то тоже правильная, то есть вот эти разделительности обеспечивают правильность. А корректность нужно, чтобы здесь была еще, вот эта подсхема реализовала те же самые функции. Тогда для корректности достаточно разделительности по выходам схемы сигма-штрих. Вот смысл Лемм и Шинона. Ну, я уже сейчас закончу. Само доказательство рассмотрим тогда уже в следующий раз. Все, на сегодня достаточно. Все, спасибо. Спасибо.